Ум билля алимин, вафдалю ссалати, ватаматаслим, алия саидна мухаммад, ва алихи, ва сахбхи, ва саляму аджмай, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Дорогие сёстры, Миша Алла присоединяется. Сегодня у нас с вами прямой эфир на тему «Ниспосылание и сохранение Корана». Также мы затронем некоторые темы о том, узнаем этапы регистрации Корана, что такое Кораты, познакомимся, скажем, и что такое Росим. Также узнаем о том, как провести Рамадан вместе с Международным университетом Корана. Миша Аллах, сёстры присоединяются. Что меня сподвигло? Ещё раз, кто меня не знает, да. Я Умалик, основатель и руководитель Международного университета Корана. Я с моим прекрасным коллективом учителей обучаем с нуля до уровня хафидов Корана. Иншаллах, в конце нашего эфира я постараюсь ответить ещё на некоторые вопросы, но постараемся очень компактно раскрыть те темы, которые сегодня запланировала я раскрыть. Давно уже не выходила в эфир, в Инстаграм. И так, что меня вообще сподвигло? Не так давно, буквально пару дней назад, с такой же темой, да, я была приглашённым спикером. И стояла тоже задача в течение часа эту тему передать сёстрам. Но, к сожалению, эфир не сохранился. И я подумала, что это будет прекрасным поводом для того, чтобы сейчас провести его ещё раз и уже поделиться с вами, Иншаллах. Итак, начнём, Иншаллах. Что такое Кур'ан? Что такое Кур'ан? Кур'ан. Много есть, на самом деле, определений. И тоже бы хотелось, чтобы вы поделились, да, что первое вам приходит в голову, когда вы слышите, что такое Кур'ан. Поделитесь. Будет очень интересно, Иншаллах. И тоже призываю вас активно участвовать в нашем прямом эфире, да, так как хочется понять и увидеть живое общение и понимать, понимаете ли вы то, что я говорю. Итак, что такое Кур'ан? На самом деле много есть определений от учёных. И что бы мы ни говорили, да, этого будет мало. Потому что Кур'ан настолько многогранен, настолько уникален, настолько всего можно писать, что, ну, сколько ни скажем, всё будет мало. Да, сёстры пишут слова Аллаха, слова Аллаха, да, руководство для богобоязненных, Машаллах. Да, то есть мы видим такие первые, да, ассоциации, у кого книга Аллаха Асапану Анатолья. Да, на самом деле, да, есть, как мы уже сказали, разные определения. Плюс-минус они отличаются. Коротко, да, некоторые пункты, такие часто встречающиеся, назову. Да, это речь Аллаха, субханава тааля, да, которая была ниспослана на сердце пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям. Да, то здесь мы уже, говоря, что это речь Аллаха, исключаем любую другую речь. Говоря, что это переданное на пророку, саллиллаху али-васалям, исключаем любые другие писания. Да, то есть исключаем, например, писания, которые тоже были ниспосланы от Аллаха Асапану Анатолью. Начинается на суру Аль-Фатиха и заканчивается сура Эн-Нас. Также мы еще раз подтверждаем, что сюда входят конкретно вот эти суры, например, исключая также хадис Аль-Кудси, например, также исключая какие-то другие, скажем, условно выдуманные, может быть, суры, да, или которые мы не видим в том варианте Кур'ана, который сейчас есть. Да, это дошедший до нас посредством талатора, да, то есть что такое талатор, да, то есть это многочисленные цепочки передатчиков, да, и их настолько много, и их передатчики достойны доверия, что трудно представить, что кто-либо мог бы в таком количестве, с таким количеством достоверных передатчиков, мог бы исказить что-то, добавить, прибавить и так далее. Машалла. Да, то есть Кур'ан является книгой, чтение которой является поклонением, в отличие от любых других книг, будь то неспосланных ранее, или, или либо, например, даже каких-то, ну, книг других, да, полезных, так скажем, именно чтение, да, мы не говорим о, например, изучении, там, например, требования знания, это тоже как бы богоугодное дело, но именно просто чтение даже уже является поклонением. Да, то есть чудесность Кур'ана тоже в нем, в нем нет сомнений во многих аспектах, как в языковом, так и лексическом, так и том, как собирался Кур'ан, и мы про это сегодня, иншалла, поговорим, как он дошел до нас, да, какие-то моменты по написанию, по украинам, то есть в каждом пункте, какой бы мы ни взяли, равных Кур'ану нету, да, даже самые, скажем, читаемые книги, они не сравнятся с тем, что мы находим в Куране из наук, из подтверждений, из, в общем, из всего. И трудно охватить эти все науки, конечно же, но нужно пытаться хотя бы в той мере, которую мы можем постичь, да. Да, также переданные вот сестры, иншалла, добавляют через ангела Джабрииля, алейхиссалям, да, также мы знаем, что Джабрииль это был, или есть тот ангел, который, или через которого были переданы послания, и не только пророку Мухаммаду, алейхиссалям, но и пророков до него, иншалла. То есть мы видим много чего полезного, иншалла, уже в самом даже определении, да, то есть даже изучив определение, если мы будем просто по каждому пункту проходить, каждый пункт определения это почти что отдельная наука, и оно еще не завершено, это определение, да, то есть его можно изучать, и можно еще долго об этом говорить. То есть таким образом мы с вами познакомились с тем, что же такое Куран, да, очень кратко, да, потому что у нас такой ознакомительный эфир, сразу хочу об этом сказать еще раз напомнить, да, потому что мы просто знакомимся с этими темами, потому что тема на самом деле, каждый из них, каждый пункт даже этой темы, можно о нем часами говорить. Итак, как же ниспосылался Куран? Во-первых, Куран был ниспослан в ночь предопределения, да, то есть, и уникально уже то, что аят, да, что поистине мы ниспослали Куран или его, да, в аяте говорится андзиннагу, то есть мы ниспослали его в ночь предопределения, уже в этом самом аяте задействована такая тема, это как ниспосылание Курана, и связано именно с науками Курана, и здесь мы понимаем непросто, то есть обычно говорят о том, что начало ниспослания Курана было именно в ночь, да, в Рамадан, и потом на протяжении 23 лет Куран ниспосылался на сердце пророка, саллиллаху алейхи вассалям, будь то по какой-то причине или без нее, да, по воле Аллаха субханава тааля. То есть это такая частичная, или частичные ниспосылания Курана, но в то же время в этом аяте переплетается и второе ниспосылание, то есть не частичное, а целое, так как Куран был целиком, в эту же ночь был ниспослан на нижнее небо земное, и в эту же ночь, то есть одновременно это как бы не противоречит одно другому, да, а его еще раз как бы усиливает, и одновременно началось ниспосылание уже на сердце пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и многие из вас, скорее всего, знают эту историю, как были ниспосланы первые аяты, да, то, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отреагировал, да, и, в общем, эти такие прекрасные истории, да, из сиры пророка, они тоже переплетаются с ниспосыланием Курана, да, то есть с началом такой уже, скажем, понятной пророческой миссии пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Также хочется отметить то, что с началом ниспосылания, так, я тут давно не выходила в эфир, видите, у меня какие спецэффекты, альхамдуллах, думала, получится, нет, ну альхамдуллах, вроде как, получается. Итак, какие же есть этапы, да, то есть регистрация Курана, как мы понимаем, вот было первое ниспосылание, и затем частями было ниспосылание уже на протяжении 23 лет. Но сейчас мы видим Куран, и он дошел до нас в двух основных видах, так как мы скажем, это письменный, или в таких вариантах письменный, и также устный. Основа, как мы видим, из первого ниспосылания, которое было у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и это также отличает, например, другие ниспосылания другим пророкам. Во-первых, что было частично, да, и это отличает уже Куран. И также ниспосылание основывается на устном, на устном, как бы, в основе регистрации, да, то есть это не был какой-то свиток, на котором было написано. Это была устная, да, устная такая передача вначале, и база была устная. Поэтому мы должны понимать, что основа все-таки в том, чтобы Куран читать, да, и само название Куран, и первые аяты призывают, да, икоро, то есть читай, Субханаллах. Но как же печально, что в нашей уме есть еще тысячи, сотни тысяч тех, кто не умеет читать Куран, да, то есть самый первый призыв. Конечно же, это не означает, что только на этом нужно фокусироваться, и все, но это начало, да, то есть для того, чтобы что-то постичь, в современном мире особенно, да, мы получаем информацию часто из-за того, что читаем, слушаем и так далее. Итак, как мы понимаем, Куран дошел до нас устно и письменно. Но как же дошел письменно, да, то есть когда Куран не спосылался, затем эти аяты уже были записаны. Хорошо можно следить, особенно период мединский, после того, как уже было гиджра, да, в Медину, как это происходило. И есть много достоверных источников, да, которые подтверждают, как это происходило. Так как уже призыв был открытым, да, то есть уже было, скажем, исламское государство, которое имело определенную бы силу, поэтому мы видим, что уже с легкостью записывались эти аяты. Но это не говорит о том, что в Мекке этого не было, да, просто было для начала, был такой немножко период скрытый. В любом случае мы знаем, да, например, из истории про Умара, рада Аллаху Ангу, как его сестры, да, как он принял или прочитал там аяты, то есть там тоже фигурируют, да, определенные записи, и мы понимаем, что это было и еще тогда. То есть самого неспосылания Курана, когда, вернее, начало неспосылания Курана, когда была какая-то часть, какие-то аяты или сура неспослана, была письменная регистрация, письменная регистрация. В Мекке было не так много, конечно, тех, кто умел писать, но со временем уже в Медине таких уже знающих письмо было намного больше. Итак, когда неспосылался какой-то аят, пророк, салли Аллаху алейхи ассалям, выходил или, если это было в окружении, учил уже сразу после неспосылания этому аяту, и те, кто были в маджлесе, или даже если никого не было, там он созывал, то есть звал, чтобы были там присутствующие, и кто писать умел, они записывали, да, то есть у них было такое задание записать эти аяты. После этого пророк, салли Аллаху алейхи ассалям, по своей пророческой силе или знаниям, хотя, да, считается, что пророк, салли Аллаху алейхи ассалям, не умел читать и писать, но это никак не преуменьшает, да, его какого-то достоинства, потому что у него было более чем это, были пророческие знания, да, которые даны ему были от Аллаха, спонятали, поэтому писцы они записывали, и пророк, салли Аллаху алейхи ассалям, зачитывали после того, что записали, и если вдруг был какой-то, ну, что-то неправильное, или чего-то не хватало, или, наоборот, что-то лишнее, да, то корректировали, и уже выходили с этими записями к людям, да, так скажем, распространяли вот эти аяты. Как мы понимаем, в то время у нас не было каких-то блокнотов прекрасных, тетрадей цветных, ручек и так далее, то есть были такие самые примитивные средства записи, это какие-то кости, которые были, да, там, например, как лопатки такие плоские, например, они обрабатывались, чистились, да, и вроде как можно на них писать камни, пальмовые листья, дощечки, в общем, разные какие-то вот такого плана материалы. Конечно, сейчас трудно представить, да, это как будто вот на какой-то доске все время писать, это достаточно и трудно, и объемно, да, то есть это на тот момент было роскошью, скажем, иметь бумагу, поэтому были на разных таких носителях записаны аяты, да, по мере их неспосылания. Один из самых известных писцов во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это был Зейд ибн Фабит. Наверное, многие слышали, да, если слышали, поставьте вот плюсик о нем, да, слышали о этом прекрасном сподвижнике. Он умел писать, да, понятно, да, то есть если он был писцом, и отличался очень многими качествами, да, также он был молод, он был сообразителен, активен, да, то есть много у него было таких преимуществ, и также одно из таких больших преимуществ, это то, что он был присутствующим и отслеживал, да, последнюю так называемую алярду аляхира, то есть последний Рамадан, как мы знаем, на протяжении всего неспосылания Корана 23 лет, каждый Рамадан, все, что было неспослано за этот год, оно как бы было такое подведение итогов, и Джабриил, алейхиссалям, вот читал, да, весь Хуран с пророком, саллилаллаху алисалям, вот ту часть, скажем, которая была неспослана в году, да, вот допустим, первом, потом уже то, что было в первом и втором, и так далее, добавлялись те аяты, которые были неспосланы за этот промежуток, за этот год. Таким образом, в последний Рамадан, да, дважды, мы знаем, было такое повторение, и это было тоже один из таких знаков для пророка, саллилаллаху алисалям, да, что его уже пророческая миссия и жизнь приближается к завершению. И вот в этом последнем Рамадане, да, то есть был неспослан Коран, вернее, неспослан, а так вот перепроверен, да, или перечитан дважды с Джабриэлем, алисалям, и вот это последнее, да, то есть последнее такое установление, последнее неспосланные аяты, ну, по крайней мере, те, которые были до Рамадана, да, возможно, там еще были несколько моментов после Рамадана, потому что пророк, саллилаллаху алисалям, еще после этого прожил, да, какое-то время. Таким образом, мы видим, что Коран был и записан во времена пророка, саллилаллаху алисалям, полностью, каждый аят в письменной форме, да, мы его увидим, также были переданы и все аяты, то есть весь Коран устно, поэтому было много хаафилов, да, которые знали Коран Иисус, и когда неспосылался какой-то аят, и как вы понимаете, да, то есть аяты, они были неспосланы, допустим, один аят, или какая-то сура, она могла быть короткая, либо долгая, то есть смотря там, но не в том порядке, который мы видим, например, какой-то аят из, допустим, какой-то суры, в середине этой суры был неспослан, и пророк, саллилаллаху алисалям, да, когда неспосылался аят, также указывал, куда его следует как бы поставить, да, как в устном чтении, так и в песне, и, соответственно, это утверждалось, да, и хафизы уже понимали, что после этого аята, например, следует читать вот этот вот новый, и это уже регистрировалось в памяти, таким образом, и порядок сур, да, порядок аятов, они были уже зафиксированы. после смерти пророка, саллилаллаху алисалям, да, то есть, вот остался Кур'ан, вот в таком состоянии. Еще хотела, как бы, добавить, что, возможно, кто-то скажет, а почему же пророк, саллилаллаху алисалям, да, имея уже какую-то все равно силу, ума, уже, так или иначе, имела определенный центр, да, и возможность можно было найти, например, да, скажут, для того, чтобы собрать эти все записи на один носитель, в плане на мусхав, да, то есть, или на листы переписать, то есть, это было бы, как бы, лучше, чем вот дощечки, там, кости, и тому подобное, но этого не было, сделано, можно несколько вариантов, да, или причин назвать, возможно, кто-то поделится, да, своими предположениями, как вы думаете, почему такое не было сделано, да, вот, интересно было бы знать, да, потому что некоторые не задумываются об этом, да, и, например, те, кто слабы в своей, например, вере, люди, которые пытаются, да, сбить их с толку, найти какие-то слабые места в их понимании, да, они начинают искать, вот, сбивать их, да, давать им какие-то такие ложные, ложную неуверенность, да, то есть некоторые моменты, если кто-то предполагает, да, может написать, некоторые я назову, то есть, например, как я уже сказала, да, пророк, саллилаллаху алихи салям, он, во-первых, не знал, когда точно, да, то есть, вот уже точно ничего не будет не спасаться, и вот конец, допустим, Кур'ана, потому что на самом деле не спасалания Кур'ана, несмотря на то, что это было физически очень сложно, и приносило такое, как бы, большое напряжение, это была такая связь, да, пророка, саллилаллаху алихи салям, и он всегда ожидал, он всегда ждал, да, какое-то не спасалание, какого-то аята, да, в каких-то ситуациях, которые все время возникали, и всегда, скажем, надеялся, да, плюс пророк, несмотря на всю свою особенность, да, то, что он пророк, последний из посланников, он не знал о дате своей кончины, да, и вот сейчас, да, начнем это писать, все время, это только Аллах субханавдаля, да, знает о том, когда человек покинет этот мир, плюс, конечно же, если бы даже переписали то, что вот уже было на тот момент, да, могла быть вероятность, что какой-то аят, например, нужно будет вставить между там другими аятами, а в то время, ну, не было там компьютеров, да, допустим, если даже напечатают и потом себе там вставил, вот между этими, такого как бы не было, поэтому, конечно же, это возник, ну, определенные сложности были с этим, и этого не было сделано, но, тем не менее, весь Коран, как мы уже выяснили, он был зафиксирован, как письменно, так и устно, полностью, потом, когда уже наступила правление, некоторые сестры еще писали, да, что думаю, что все бы, все надеялись на записи и не за, все бы надеялись на записи и не заучивали наизусть, ну, не то, что на записи, то есть, запись это, как бы, тоже определенная, в то время, память у людей была очень раз, это, да, вот сейчас мы понимаем, что в, так скажем, мире гаджетов, у нас много информации, и часто наш мозг уже сам не может это все охватить, да, очень много информации, и поэтому уже сам фильтрует, да, вот это надо, вот это не надо, тем более, когда мы понимаем, что если у нас этот номер телефона зафиксирован в телефонной записной книжке, то, ну, зачем его запоминать, да, то есть, как бы, лишнее, когда ты понимаешь, что ты слушаешь это, и, возможно, ну, большинство не умели писать, да, и ты только вот запомнишь, то есть, последний раз слышишь, да, то есть, первый и последний, почему много хадисов, да, у нас дошло до нас, то есть, много опоры было написано, на устное, ну, конечно же, если бы была запись, или, как сейчас у нас есть возможность все, там, перечитать, пересмотреть, скорее всего, даже, например, некоторые, вижу, сестры там заходят, эфир так думает, ну, сейчас я там что-то делаю, вот, запись послушаю, да, часто так бывает, запись послушаю, а потом другая информация, и, как правило, записи уже, ну, очень редко кто слушает, да, кто вот прям очень захотел, и этим загорелся. В общем, перейдем к следующему этапу, потому что здесь можно еще много чего говорить, но время у нас ограничено. Потом было правление Абуба Акра, рода Аллаху Ангу, и оно знаменовалось уже тем, что после смерти пророка, салли Аллаху Алихи Васялим, было, были, как бы, племена многие, которые, были вероступниками, скажем так, да, то есть, например, некоторые посчитали, что после того, как пророк, салли Аллаху Алихи Васялим, умер, уже, например, закат не обязательно платить, да, и начали, в общем, отказываться от этого. Были уже сражения, да, и вот в таком одном из сражений тоже были, например, лжепророки, как известно, например, Муселема Гелькедзеб, то есть, лжепророк Муселема, который, как бы, возомнил себя уже пророком, да, и там какие-то стихи, писал, да, выдавая, что вот это ему там не зашел Коран такого плана, да, или что-то в этом роде. Да. Также можно сказать, что в этом, в этот период, да, в этих сражениях было много хафизов, которые погибли, да, из числа сподвижников. До того, как вот много погибло, у Омар, ради Аллаху Ангу, у него было такое, скажем, предложение к Абу-Бакру, что нужно вот эти все записи на разных носителях, то, что было, переписать в один, в одну книгу, да, чтобы они были собраны в одном месте. в первое время Абу-Бакр, он не очень эту идею, скажем, воспринял, да, он переживал, чтобы это не было как какое-то нововведение или что-то в этом роде, пока Омар ходил и говорил о важности этого, этого действия, да, в конечном итоге, когда все-таки погибло там более чем 70 хафидов, и было такое, ну, какое-то смятение или определенный страх за то, что Кур'ан может утратиться, да, хотя Аллах, Субхану Атааля, обещал нам сохранить Кур'ан, но все-таки это не говорит о том, что мы, как мусульмане, да, в какой-то ситуации должны отказаться от причин, да, то есть причины мы делаем максимально, то есть мы не пренебрегаем, мы стараемся делать то, что от нас зависит, и Аллах, Субхану Атааля, в любом случае, да, свои, как бы, обещания, да, исполняет, и после того, как Абу Бакар, все-таки, его сердце смягчилось, и он поняла важность до того, чтобы собрать Кур'ан, переписать в один, как бы, мусав, чтобы это было собрано на одном носителе, да, вместе, они уже обратились к заеду, помни, мы уже говорили про заеду, да, который отличался постоянством у пророка, садолога, в лицальном, своей сообразительностью, молодостью, активностью, умом, и также немаловажным, что он был вот присутствующим на вот этом последнем, да, прочтении, то есть он знал, какие аяты, что все, причем у него были записаны полностью Кур'ан при пророке салулаху, и он знал, какой аят, где должен стоять, то есть это немаловажно. Он тоже сначала очень боялся такой ответственности, да, и говорил о том, что легче переставить гору с одного места в другое, да, чем взяться вот за такую амэн, да, то есть это большая ответственность потому, что нужно не упустить ни один аят, не пропустить какие-то особенности, да, то есть нужно было отследить каждого того, кто приходил. Ну, он согласился, конечно же, не он один был, там была определенная комиссия, и он был в этой комиссии, все были достойны доверия, отличались особыми как бы достоинствами, и были установлены определенные правила, по которым собирается, и мы их прям подробно не будем говорить, но такие важные моменты, это то, что принимались только те аяты, которые были, или вот надписи, мы скажем, письменные варианты, из рук непосредственно тех, кто их написал, с доказательством того, что они были написаны именно у пророка, саллиллаху, алихи саллим, и он как бы подтвердил, и только с этим подтверждением они вышли, да, и начали уже распространять, плюс нужно было еще иметь два свидетеля, которые подтверждают это, да, то есть, что ты написал, что все вот именно так и было, поэтому были, конечно, такие строгие правила, и альхамдуллях, по воле Аллаха, аят за аятом был собран и записан полностью весь мусхав, после, то есть, мы видим, что уже такой был один мусхав, то есть, это был всего лишь один экземпляр, он был собран, мусхав, почему называется мусхав, то есть, от того, что эти свитки были, вот, листы, которые собраны вместе, и, можно сказать, связаны вместе, сейчас вроде как папка такая, в которой определенные листы есть, да, это еще даже, ну, скажем, такие начальные зарождения самого понятия книги такой, да, конечно же, было написано от руки, потому что печати в то время не было. В общем, Абу-Бакр, или под, таким, скажем, руководством Абу-Бакра, потому что он был халифой, было записано, или переписаны, да, уже на, в один мус-хав, все записи Кур'ана по определенным условиям, и, на самом деле, правление Абу-Бакр, оно было достаточно коротким, да, менее трех лет, и потом уже правление перешло к Омару, Омару, во времена Омара таких особых каких-то изменений в положении, связанном конкретно с Кур'аном, не было, так как было больше направления, скажем, на расширение умы, на утверждение каких-то границ, поэтому у Кур'ана он себе был в этом единственном экземпляре, сначала Абу-Бакр, а потом перешел к Омару, после уже того, как смерть Омара, да, перешел этот Мусхав, или он, находясь в его доме, да, остался у Хавсы, да, мы знаем, Хавса, это умыль-муминин, то есть это была жена пророка, салаллаху, алихасалям, и в то же время она была дочкой Омара, после истечения какого-то времени уже будучи осман был, да, халифой, и вот эта копия, да, или не копия, а вот этот первый экземпляр Кур'ана, да, написанный в одном мусафе, в первое время хранился еще у Хавсы, а потом уже Усман его запросил к себе, в то время было много уже, скажем, относительно центров ислама, и получилось так, что были определенные фитне, связанные с тем, что, несмотря на то, что границы и география исламская, она была широкая, но всего лишь один Кур'ан, то есть, представляете, вот сейчас бы в мире там был один Кур'ан, ни у кого бы не было, то есть, Субхан Аллах, какое сейчас благо, что у каждого из нас есть один, а то и больше Кур'ана, да, то есть, я не знаю, у меня там их сколько есть, альхамдулля, то есть, это большая милость на самом деле. Возникали разные такие, скажем, ситуации, которые порой доходили, так сказать, до драки определенной, ну, в общем, фитна могла возникнуть, когда кто-то говорил, что считается, например, так, а другой говорил, нет, не так, а к чему, вот, подтверждающему, да, написанному возвратиться нельзя было, потому что, ну, где-то, муссов далеко, и, предположим, уже кто-то хотел там подтвердить, но это же нужно было там ехать за три-девять земель, подтверждать, плюс уже приняли ислам, да, многие не арабы, и, соответственно, многие, для многих арабский язык, он не был родным, поэтому и были искажения определенные, да, в том, чтобы, например, передавать правильно заученный, то есть понимаем, что была уже в этом какая-то определенная слабость и фитнер, когда Смен узнал об этом, он увидел необходимость в том, что вот эту, вот это положение исправить, и приказал, опять же, то есть вот эти все периоды, Машалам, помните, что я вам говорила, что Зайд, он был очень молод еще при жизни пророка, саллиллаху, саллим, и вот эти все этапы с Абубакром, Радаллаху Ангум, Омаром, там, как бы, скажем, не было особых каких-то движений, и Оснан также обязал его и также других уже, скажем, знающих людей, да, которым было поручено уже сделать копии, согласно переписать, как бы, сделать копии и разослать их в центры ислама, да, что было и сделано. Было сделано несколько копий, и что вот здесь очень важно, что эту копию не просто как книгу, которую поставить на полке, послали, завернули в какую-то золотую рамочку и поставили. Нет, эту уже копию Корана отправляли, не одну, там, несколько было, да, в центры исламские со знающими чтецами, которые понимали в чтении, понимали, как бы, имели знания по разным наукам, скажем, Корана, да, то есть они не просто могли научить читать, а могли также и научить и объяснить то, что заложено в Коране. То есть мы видим, что вот насколько важно, да, вот эта устная передача с письменной передачей, то есть у каждой есть какая-то роль, и устная передача, она в основе идет, но письменная, она как бы помогает не отойти, да, что помогает держать вот в этом в рамках правильности, да, что если кто-то например слабый или имеет какие-то сложности например с запоминанием, то можно вернуться к первоисточнику. Таким образом были разосланы варианты, и важно, что эти варианты они могли иметь небольшие скажем такие небольшие варианты написания согласно тому, что или с каким прочтением отправлялся тот или иной чтец, то есть это прочтение соответствовало тому варианту, который он с собой брал, или с которым его посылали. То есть это еще такой небольшая связь вот этих копий, которые были сделаны с во-первых с наукой краты, да, и также мы видим здесь расем связан. То есть у нас уже расем, да, он тоже непосредственно здесь задействован, то есть даже говорим там, например, как одна из основ принятия чтения, это расем обзнании, то есть расем вот того первоначального написания, и что интересно, что там есть определенные правила, то есть как я вам сказала, они могли, могут немножко, например, различаться, или могли различаться от написания того мусхофа или иного из тех, которые переписывались, потому что в первоначальном мусхофе там вплетались все варианты, да, которые возможны, и уже в этих копиях они были разделены, таким образом, чтобы соответствовать каждой какому-то чтению. Интересно также, что в то время, почему некоторые удивляются, что расем он был только основан, или он и есть до сих пор, то, что говорим, когда про расем или османское написание не содержал в себя, не содержал в себе точки, не содержал какие-то знаки, окончание аята в виде нумерации, какие-то знаки остановки, огласовки, вот этого всего не было, то есть каких-то дополнительных знаков их не было, и уже потом есть определенный этап развития бабда, то есть вот этих дополнительных знаков, которые или без которых сейчас в принципе очень трудно представить, что можно начать читать, но многие сейчас тоже удивляются, как например арабы могут читать без огласовок, это один из таких этапов определенных, то есть уровней, которые сейчас более-менее современные арабы могут достичь, да, без точек возможно сложновато, хотя если постараться что-то какое-то предложение может и можно узнать, а вот без огласовок в принципе мы видим все существующие книги или большинство в них есть без огласовок написания или хотя бы частично есть элементы, когда пишутся слова без огласовок, это если обучающие книги, книги, в которых например учат детей или иностранцев арабскому языку, то то там конечно же можем встретить огласовки потому что именно этому и учат а так в большинстве книгах они отсутствуют а еще больше такой скажем уровень это когда еще не только огласовок а нету вообще никаких знаков никаких точек и тогда конечно трудно потому что некоторые буквы они форму очень очень похожую или такую же имеют но это такое да это то же самое можно например представить как в русском есть буква и есть буква и то есть там есть шапочка но если вы не напишите вы догадаетесь или е и то есть тоже в принципе есть споры нужно там писать или нет но если даже не не знаете или не напишите то если вы знаете как это произносится вы его произнесете правильно то есть примерно так же только в более больших масштабах арабы могли ориентироваться на тексте без точек без огласовок но еще как бы более с такой усложненный уровень но альхамдулля то есть у нас да вот раз им на самом деле такая наука важная и часто недооцененная многие ее вообще не изучают но она очень тесно связана с прочтением курана и многие правила наука раз им и лап то есть вот который изучает и основу вот вот этой костика который был написан первоначально плюс те дополнительные уже знаки которые добавлялись почему как они там изменялись при этом никак не изменяя устную основу да то есть если устно там это аббла тату оно соответствует там фатхи например да и так далее то есть оно должно было обязательно соответствовать устной основе и тогда принималось и караты да как я уже сказала то есть некоторые спрашивают так как такое легкое ознакомление конечно эта тема очень большая караты но часто для облегчения некоторые говорят ну как это какие-то прочтения вот нам бы хоть одно выучить конечно же изучая реваят хавс от асимада которая скорее всего большинство ну в исламском исламской умми сейчас изучают но есть и другие например реваят или аппарат которые в некоторых местностях больше распространены чем например то которое вы скорее всего слышали и таких достоверных дошедших опять же до нас по беспрерывных цепочкам передач достоверным многочисленным их есть очень много их объединили как бы назвать 10 каратов в каждом карате там по два рауи у них есть могут быть разные там вариации или турок в общем это такая тема достаточно для продвинутого скажем уровня и требует вот прям детального разбора я чтобы объяснить это вот так скажем легко и вам было понятно единственное могу как ассоциацию до караты то есть у нас есть прочтение и в арабском языке у нас есть одна из основ принятия чтения да это у нас расам про который мы сказали это вот этот постоянно передатчики да то есть как талатур и беспрерывность передач передач курана и третье это как раз соответствие арабскому языку и здесь один из моментов да говорим о том что куран был не спослан на семи харфах то есть семь харфов много разных объяснений есть одно из таких объяснений скажем самое известное и самое такое часто встречаемое это то что харфы это как семь таких основных правил в которых может изменяться прочтение в зависимости от вариаций да от карат или там риоята то есть например может быть одно слово у одного читаться в единственном числе в другого двойственном числе или в множественном но смысл да слово не меняется или может быть например разница в какой-то падеж или разница например как склоняется тот глагол или в произношении например кто-то читает сфатхай как а кто-то читает например это слово как-то клиль или имя ля кубра то есть могут вариации но на смысл допустим не меняется если даже есть какие-то вариации то ни в каком никогда эти вариации связанные смыслом они никогда не являются как бы не противоречит одна одна другая не могут дополнять просто другую или или можно сказать раскрывать какие-то вариации этого смысла и предположим что вот эти семь харфов да то есть которые сказали семь каких-то основных правил например род не род а число да как я вам сказала и вариации и вот на семь таких правил у нас есть семь скажем как чтение это как такие бусы для acord互 определенные бусы и вот на каждое правило какой-то есть форма то есть например кружочек 2 2 там правила например нам сказать сопряжение глагола например там квадратик там в треугольнике так далее и вот эти вариации которые внутри правило предположим это как цвета то есть например кружочек бывает красный зеленый синий то есть разные варианты они могут быть в каждом правиле по-разному да там например чисел число настолько бывает единственное множественное двойственное в арабском поэтому только три где-то там могут быть больше вариантов и вот это как цвета если мы возьмем эти бусы у вас вот набор таких разных форм с разными цветами вы можете их сделать а вот разнообразными причем набор у вас ограничены скажем да то есть вот в рамках цветов и форм но здесь важно понять да это как бы такой очень скажем примитивный пример что такое брат и что в отличие от этих бус про которые я говорю мы должны понимать что каждая из вот этих вариаций сочетания разных арфов в разном прочтении она переходит с достоверной цепочкой передатчиков от пророка санула воли васильм это не по нашему желанию что если есть там вариации сейчас хочу прочитать здесь фатхай завтра с даммой а завтра сказка еще послезавтра еще что-то нет это каждый эта вариация в таком определенном сочетании вот этих слов да то есть как бы как каждый элемент скажем вот бусинки мы представляем так как допустим одно слово в куране и вот каждое слово она уже в этом конкретном сочетании дошло до нас от пророка салла ла хури васильм поэтому мы не можем ничего добавить или убавить и все это является кураном на самом деле очень много таких как бы вариаций которые учить и учить ангелля и так продолжим да то есть вот немножко мы вспомнили про разом и вернемся к этапам до моих практически уже основные сказали то есть сказали это этап именно не с посылания при жизни пророка салла ла хури васильм потом агуба когда был период связанный с ним и потом мы перешли к периоду правления уже оснано да то есть когда эти копии были рука разосланы их было определенное количество и 22 копия остались именно в медине она была у вас на она как его личная да как у правителя а вторая была такая для всех то есть уже могли мусульмане по необходимости к ней возвращаться жители медины да и не только следующий этап когда уже с этих мусоров которые были разосланы начали копироваться копии то то есть уже на местах их переписывали копировались и таким образом уже стало многочисленное количество копий да но курана и сейчас видим что очень много есть копий наше время также еще важный этап это было именно оформление разных наук потому что когда началось уже расширяне расширяться до такой вот как география также распространились определенные науки потому что ислам всячески призывал так изучению к требованию знаний познанию именно курана были оформлены разные науки в каждой из этих наук они так или иначе связаны были с кураном да потому что по сути всегда изучали куран или грамматику или там какую-то лексику или вот написание или 1 или или тофсир то есть все это было связано да там с произношением ну в общем разные науки они были по причине того что изучали куран и таким образом оформилась очень много трудов до разных книг и определенной науки как бы сформировались или начали формироваться и количество вот этих книг которые так или иначе описывают куран описывает каждую букву в куран даже сколько там аятов какая буква стоит и копируется например и в этих книгах даже идут например цитаты из курана то есть даже если бы мы предположили что не все кураны которые вот просто один отдельно есть исчезли бы то только по вот этим книгам и плюс на основе устного да то есть знание курана уже можно было бы это восстановить то есть мы видим что у нас письменная регистрация на очень важно также и устная передача да это она длилась все это время то есть и посредством товар то есть мы знаем вот пророк ассаллаху или вассалям передавала сахабы от сахабы другим 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 и таким образом дошло до нас и хамду лилля сейчас мы имеем возможность тоже изучать куран так же как он был ниспослан пророк ассаллаху или его целью и конечно же у нас хамду лилля уже буквально через несколько дней до наступает рамадан и конечно же каждый из вас я тоже призываю прочитать куран или читать куран размышлять над кураном размышлять над аятами до основа конечно изначально научиться правильно читать хотя бы хотя бы не там буквы не путаете да и читать правильно гласовки в общем основу чтения поэтому конечно же промадан имейте ввиду что нужно больше времени уделять курану потому что этот месяц как мы видим в принципе куран ниспосылание курана так или иначе связано именно с рамаданом какие-то периоды когда повторялся да из года в год именно в рамадан было поэтому конечно же связь очень большая рамадан именно с ченем хурана тем более как мы знаем что чтение курана это является поклонением поэтому как прочесть куран за рамадан да ну во первых нужно сесть и читать да если вы уже умеете читать то как бы у вас уже нету другого как бы призыва кроме как это сделать с в общем запланировать сделать все на это какие-то причины для этого это отдельный можно сказать вебинар по этому поводу но тем не менее также можно можно какой-то девать что был до что у вас сестры например собирались вместе чтобы у вас была какая-то такая скажем благая благая группа до или дима это сестер которым тоже это интересно да то есть именно с такими сестрами скажем заводить дружбу общаться до рамадан что вы друг друга поддерживали они именно в благом они в каких-то других делах да то есть рамадан на концентрировались именно на том что приносит благо благодеяние хорошие поклонения и это одно из видов поклонения это конечно же чтение курана поэтому если вдруг вы еще не умеете читать да там именно на арабском потому что куран на арабском то конечно же можно делать на это причины да например записаться на курс тачки для начинающих хотя бы присутствовать в таком матч лисе до который окружает очищение курана для начала можно уже постепенно хотя бы буквы учить и уже хотели за каждую букву прочитанную иншала будет награда и из-за сложность двойная иншала награда также всех сестер приглашают провести рамадан именно с нами с международным университетом курана у нас есть много скажем проектов но самые такие два ключевых проекта что-то прерывалось два у нас таких больших проекта это нон-стоп куран и нон-стоп куран про нон-стоп куран все наверно знакомы с этим проектом здесь у нас идет круглосуточная во время рамадана с утра до вечера без остановок чтения курана с разными устазами по возможности меняемся все устазы у нас это или те кто закончили курс преподавателя курана или являются студентами этого курса да еще не закончили или студентами например курсов по основному уровню то есть те кто как бы тоже на этом пути чала поэтому этот первый вариант да у нас нон-стоп куран абсолютно бесплатный но конечно же так как это идет скажем один устаз или 1 устаза и примерно в час у нас там 10 сестер читает а плюс-минус в прошлый рамадан альхамдуллах у нас таким образом без без остановок мы закончили 44 хатма на то есть четыре раза куран прочитали сначала до конца поэтому тоже всех вас приглашаю и иншаалла ссылочку если есть сестры кто помощницы могут скинуть то скиньте если вдруг я потому что не знаю есть или нет если вдруг нету то то напишите в личку да и хотя там в личку на сейчас не отвечают но постараемся вам дать ссылку на приемную да и они вам на все вопросы ответит также у нас есть второй это нон-стоп про именно потому что очень большое количество сестер до откликнулась и в прошлом году и в этом году не шала у нас тоже этот нон-стоп куран будет но несмотря на то что у нас было бесконечное чтение куран да то есть без остановок было сестрами из меня ли одна с другую устаться но тем не менее желающих было такое большое количество что мы решили сделать еще второй вариант это именно нон-стоп про в котором мы во-первых будем также читать куран у нас будет чтение курана и в так скажем практически ежедневно там зависимости от групп каждый день суры аль-бакара кроме понедельника и и субботы это я буду вести два с половиной по моему часа там по расписанию сейчас покажу будет у нас чтение сураль бакара и это каждая сестра кто будет участвовать в этом какой проекте она будет по возможности если захочет читать то если будет поднимать руку не шала в порядке очереди также каждый день у каждой сестры будет возможность прочитать уже более маленькой группы от 6 там до 10 человек уже у устаза в определенное время до таким образом уже завис точно у вас будет возможность почитать потому что вот куран нон-стоп куран без про да там были такие сестры кто там надо высчитывать потому что очередь буквально в секунды разбирается и некоторые сестры да не успевали там почитать потому что желающих было очень много в час понятно это только 10 сестер но нон-стоп про точно вы если пришли на урок то инша аллах по воле аллаха вы прочитаете да у вас будет ваше чтение также ежедневная у нас будет ну или почти ежедневное изучение суры аль-бакара то есть мы будем концентрироваться именно на суре аль-бакара в этот рамадан но не только в общем программа очень интересно сураль бакара будем читать то все рта чтобы как раз вот это прочтение которое настроено на то что мы но не просто будем читать а именно исправлять чтобы для тех сестер кто хочет например заучивать куран сначала чтобы вы отработали чтение для того чтобы сураль бакара также да у нее есть свои как бы блага до этой суры плюс изучение да для того чтобы понимали что вы читаете также будет у нас это добор с устаза энергии с мешала которая будет разбирать аяты из из сураль бакара и не только сураль бакара да то есть на разные важные темы именно сдали лами из курана иншалла также будет у нас в общем много чего например это то что будет для всех что я еще не назвала а также будет разбор аятов ахкам это со мной тоже только сураль бакара там только этих аятов хватает что просто переживаем чтобы их успеть потому что очень много также тассе сура аль-фатиха будет с нашими преподавателями также очень интересно будет асфейха джуза мопок радуарш со мной сестры кто читает более-менее уже по ревархам то есть если вы читаете куран вы сможете также на чита кто-то скажет я не умею но мы там этим будем заниматься то есть по мере скажем чтение я буду объяснять те правила которые будут приходить на примере джуза ма и таким образом миша лавы научитесь хотя бы как-то базово читать по этому ревая то очень интересно иншалла поэтому и скорее всего сестры тоже спрашивали вот про набор на ревая ларш скорее всего с этой группы скажем мы потом и желающих и тот кто себя проявил хорошо наберем уже группу продолжающую изучение те кто будет продолжать изучение ваш потому что в принципе не планировала но вот решила что сделаем это как раз после этого после рамадана начала то есть это такое что будет у всех также некоторые сестры вот писали буквально перед эфиром кто-то сестер написала вот я не умею читать могу ли я сюда на этот проект да вы можете у нас там есть такой самый минимум тариф где вы не читаете ну конечно призываю научиться по тебе потихоньку читать в армадан но вы можете вот эти все другие кроме чтения и присутствовать это все и просто заходить слушать хотя бы это уже будет в пользу дату следите вы таким образом можете научиться скажем уже читать машала также будет у нас интересная такая практика помощь постановки произношения упражнений уроки по исправлению когда будем брать определенные частые ошибки и устава латыфа наша преподаватель да и заведующая по учебному отделению она будет иншалла разбирать сестрами и сразу на уроке будете практиковать и исправлять то есть те у кого будет данная ошибка которую будем изучать дважды в неделю будет такой урок интересный вы сможете сразу конкретно уже не просто читаем а исправляем конкретную ошибку у кого такая как скажем болезни тот будет активно участвовать а кого нету да он просто может слушать и брать пользу и понимать где границы этой болезни как ошибки также будет читательские вечера сустав энергии с дакты основы будет у нас книги росток и имана и хадис 11 женщин очень интересно тоже и полезно особенно для женщин там разные скажем отрасли нашей жизни и женской жизни задействованы и очень полезно поучительно для того чтобы сделать свою скажем жизнь более спокойной да и поклонение да и следованию тем правилам которые вас панатали для нас как для женщин для нашего же счастья создал да хотя мы не иногда их и не принимаем и не согласны но тем не менее это мешало по тому как пройдут эти уроки у вас появится определенное спокойствие без ниля также будет приглашенные спикеры многие сестры чай пить это с ним взять на у нас все будет такое все серьезные с уроками вечером мы сможем просто пообщаться да и устазы наши на разные темы конечно в рамках благого вот нужен такой атмосфере то чай пить и когда уже все будут после ифтара ну в основном да потому что сестры конечно с разных мест ну примерно расписание сейчас покажу также также у нас будет интересно что потом в конце будут самым активным подарки также по пятницам будет а своих суральков я уже устала только читать что у нас будет сама в таком как бы в ожидании очень интересно будет рабочий тетрадь на месяц для эффективной трансформации до чтобы у вас было как-то на явно что у нас там будут готовы учебные материалы по тофсиру суральба пара опять же так как мы будем читать чтобы вы нигде не искали вот такая будет начало как бы рабочий тетрадь расписание моих уроков есть единственное что у нас есть разные там варианты но к сожалению тариф где течение в частной маленькой группы где я буду там уже мест нету насколько я знаю вот а вот есть у нас других группах еще места также вот у нас расписание с 100 сих других преподавателей да и мои тоже то есть здесь мы видим что у нас пяти часов по московскому времени есть вариации да да вот двадцати трех это то есть можно выбрать единственное что это не один хот мы читаем а каждый в своей группе будут читать давно каждый кто выберет какую-то группу он иншалла в обязательном порядке почитает то есть ему не нужно переживать чтобы ему там поставить плюсики ему место не достанется ему иншалла место достанется потому что это его законные да вот и и будет законная группа куда вы зашли и точно почитали но единственное что нужно будет подождать если очередь только в рамках вашей группы поэтому приглашаем всех шала на такое в общем мероприятие в шапке профиля у меня есть ссылка на по моему на этот фон если не ошибаюсь вот туда можете пройти и увидеть и записаться прямо сразу если у кого-то вдруг возникают вопросы связаны в принципе по обучению или что-то вам непонятно или еще что то вы можете вот написать в бот в telegram себе можете за скринить и написать или ссылку да это тоже как бы в telegram но если вы не с телеграма пишите в крайнем случае можете написать в личку прямо хотя в личку сейчас мы особо не отвечаем но еще как бы учитывать наш вебинар ссылку смогу вам выслать или мои помощницы уже в личке так постарайтесь за скринить и просто набрать если у кого есть вопросы я вот сейчас посмотрю эти вопросы а халат буквально да так как эфир уже так и чуть-чуть задержался но тем не менее я постараюсь ответить на ваши вопросы если такие есть вы пишите так 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 где можно почитать подробно про курс а ну вот как раз я сказала в шапке профиля если вы зайдете там есть ссылка и вы можете там подробно про курс почитать так это платно но опять же я вот сказала к куран он стоп куран он стоп но стоп куран там бесплатная да про это платная уже да то есть тут платно потому что места ограничены да потому что нам нужно чтобы все почитали здесь вы не уже без неля точно прочитаете да то есть у вас будет ваша точная очередь не будете переживать что вы что-то не это не успеете да так секунду так вот пишет аиша и ссылку как раз на этот марафон можете обратить внимание дыхание не хватает прочесть 1 яд не знаешь где можно остановиться это расстраивает сильно очень плохо если так был очень плохо если так получается но смотрите дыхание может быть по разным причинам да это или очень там перенапряжение сильно может просто вот болезнь да как мы знают когда была такая эпидемия коронавируса многие сестры кто болел да и это уменьшало какие-то такое вместительность скажем воздуха в легких и были прямо читали там по два-три слова останавливались но со временем да когда больше читаешь такое упражнение некоторые что там советуют шарики надувать еще что-то да то есть можно этим воспользоваться конечно тоже как дополнительное упражнение но чем больше вы будете читать тем больше у вас будут развиваться легкие тоже ну бывает такая особенность что у кого-то например кто-то болеет или еще что-то старайтесь сидеть ровно то есть если вы вы так скручились над кураном зажали грудную клетку ну понятно у вас там ничего не влезет если вы сели ровность осанку соблюдаете дышите больше мы животом это даст вам больше возможности плюс делайте упражнения ну в виде чтения да то есть то что вы не знаете где остановиться это со временем на нужно изучать значит значение смотреть нужно арабский язык немножко потихоньку хотя бы какие-то базовые моменты опять же когда вы то съехом занимаетесь да то есть вас учитель исправляет например подсказывать здесь не останавливается дает вам какие-то намеки каждый раз вы что-то откладывается у вас и со временем учатся поэтому это все может быть просто единовременно или как сказать коротковременно это по причине болезней но также может и развиваться улучшаться потому что есть такие сестры там которых в какой-то период такие сложности потом стоят лучше есть те у кого зажимы например очень горло зажимаете воздуха не хватает а вот подумайте когда человек очень нервничать переживает даже на своем языке он начинает так зайкаться что-то не то говорите еще что-то как я сегодня наверно что-то переживала вначале сейчас думала что-то не получится не туда нажму на нон-стоп коран про как попасть сестры ссылку вот скидывали еще скидут если вы не ссылка есть шапки профиля еще раз повторяю если вдруг вы как-то не нашли в крайнем случае пишите в личку в instagram на лучше вот по ссылке себе за скриньте и прямо можете написать в telegram там сестры у нас приемной университета отвечают и записывают по всем вопросам потому что если вы напишите в instagram то вы будете ждать пока мисс вам кто-то ответит это долго если вы сами напишите то не шала вам прямо в течение дня и ответят так так все вроде бы не вижу больше вопросов сейчас вверх чуть-чуть полистаю может я что-то пропустила а если умеешь читать но слабо то тоже можно да если да можно на два проекта если умеете читать слабо но он стоп куран просто значит будете читать ну там вам выделят там допустим пять минут вы вот сколько прочитайте за эти пять минут столько будет ваши то же самое и куран про то есть вы столько прочитайте если это мини-группа то по времени то есть вот вам пять минут каждый там сестре ну предположим да или там 10 5 сколько там группе вот вы сколько прочитайте столько ваши будет поэтому будет по времени распределяться иншалла но также можно много пользы из других предметов взять и параллельно каждый день читая да то есть даже по под руководством да вот преподаватели их кто вам подскажет хорошо нас наставит если это будет каждый день то ваше чтение иншалла под конец рамадана значительно улучшится по воле аллаха ссылка нон-стоп где круглосуточное чтение опять же пишите под той же ссылки вот что на экране спрашивайте этот вопрос вам все скажет просто ссылки там они тоже вам дадут так будет ли запись ну я надеюсь видите прошлый такой 7 этот вебинар записи не было поэтому если я нажму на правильные кнопки и вас по наталья даст сохранить то миншала будет но это не точно так все тогда наверно сейчас я нанес еще перри передвинусь я надеюсь охват вы сегодня получили пользу с нашего вебинара вот барак аллаху фикунна барак аллаху фикунна ждем вас до нашему международному университете курана на лекциях на чтение курана на марафоне куран но стоп куран про и просто нон-стоп да делитесь тоже сестрами будем рады вас всех видеть барак аллаху фикунна